Когда кто-то говорил о том, что контрнаступление должно быть в карьковском формате, очень быстро, молниеносно и так далее, я же всем напоминаю, это же вторая армия, вы же ее все боялись, вы же говорили, что с русской армией вообще воевать нельзя. Вот Украина показывает, во-первых, что можно воевать, в том числе, если она находится в состоянии масштабной обороны, второе, что можно ее уничтожать, эффективно уничтожать, независимо от того, что у них есть преимущество, например, до сих пор преимущество в воздухе, ну и кроме того, все их инженерные конструкции, интеллектуальные, я с иронией говорю, все их, скажем так, минные поля, все это преодолеваемо. Да, к сожалению, ценой, которую Украине приходится платить, но тем не менее, тем не менее, давайте смотреть за тем, как Украина доведет эту войну до конца. Главный вопрос в этом моменте, и это очень хорошо, что наши партнеры замечают качество продвижения вперед и количество продвижения вперед, это количество оружия, которое нам необходимо на этом этапе.